Здравствуйте! В этой восьмой лекции, посвященной риторике, я завершу анализ речи Столыпина, к которому я приступил на предшествующей лекции. Эту лекцию можно было бы назвать «За кулисами речи Столыпина». Речь Петра Аркадьевича, произнесенная им 5 декабря 1908 года, довольно пространна, содержит много повторений, причем не случайных повторений. Но ее схема, о которой мы говорили на прошлой лекции, довольно проста. Никаких сложных цепочек вывода автор не строит. Он ожидает относительно легкой победы. Тем более, что ему уже много раз приходилось с подобными идеями выходить перед подобной аудиторией, что основной закон еще два года тому назад принят, и что уже пошел процесс, собственно говоря, в низах. Началось переселение крестьян, выход их из сельских общин. Вот вы видите здесь на экране, вот типичная такая картина. Это крестьяне, один из них явно с таким смежевым инструментом. Ну вот, в этот момент происходит нечто не очень понятное. Дума выступает с поправкой, которую Столыпин называет абсолютно несущественной, но которая, тем не менее, по-видимому, психологически для думцев играет большую роль. Победа над думой, даже для такого опытного оратора, оказалась очень нелегкой. В этой лекции мы поговорим о том, о чем учебники риторики предпочитают умалчивать. Я, выступая с этими лекциями, тоже совершил такой грех. Я сказал, что текст, который произносит ритор, это что-то вроде баллистической ракеты, которая запускается один раз. Ну, в принципе, это действительно так. Ну вот, мы сейчас увидим речь, где человек по существу начинает свою речь несколько раз и придумывает несколько текстов, дополняющих один другой, пока не добивается победы под неким радикальным изобретением. Мы быстренько дойдем до этого. Вот учебники риторики не говорят одной, не говорят вот какой вещь еще. Что иногда аудитория, которая слышала данного оратора, которая с ним согласна, которая уже переварила его доводы, вдруг оказывается удивительно упрямой. И в нем и проявляет такое сопротивление принятию тех же, в принципе, идей, которые были ей предложены, может быть, ей прогласованы, приняты, приняты неформально, не, так сказать, под каким-то давлением, сопротивлением, а были приняты, можно сказать, сердцем приняты. В данном случае это сопротивление можно бы даже объяснить, в чем дело. Депутаты ощущают, что отказавшись от поправки, хотя большинство состава Думы понимает, что поправка не выдерживает критики ни юридической, ни с точки здравого смысла, что они ставят точку, они окончательно отвергают целую эпоху, а не просто какую-то одну из презюмций, которые, так сказать, ну, можно заменить другой презюмцией. Они отказываются от определенной системы моральных ценностей. Но Ставыпин, по-видимому, этого не понимал. Он был потрясен. Когда контуры земельной реформы уже сложились, а работа над ней начата, в частности, развернулось, вот я уже говорил, переселенческое движение, значит, люди стали двигаться на хутора, вновь всплывает вопрос в Думе, и ясно становится, что что бы они ни говорили и какие поправки они не предлагали, за всем этим стоит очень простое соображение. Они не хотят отказываться от опеки над народом, который не весть сколько сот лет. При этом сам Петер Аркадьевич охвачен чувством, что дни его сочтены, как сочтены дни империи. Вот этот человек пережил только что покушение. Вот мы видим здесь развалины его дачи на островах в Петербурге. Он охвачен трагическим предчувствием, что единственная надежда противостоять революции и весьма возможной войне состоит в том, чтобы к этому моменту хотя бы до какого-то уровня была доведена аграрная реформа. Он говорит о 20 годах, 20 годов никаких он себе не планирует. Он хочет, чтобы возник уже некоторый сложившийся порядок вещей. И вот эта окончательность и бесповоротность, которая транслируется от Риттера, аудитории, плохо действует на аудиторию. Она чувствует, что она не просто принимает одно из решений, которые ей нужно принять решение, как думе правительственной партии. Ей нужно отречься от некоторого многовекового прошлого русской империи. И Столыпину, и здравой части депутатов понятно, что предлагаемая поправка, вводящая контроль над главой семьи и над фактическим хозяином земли, абсурдна и юридически, и практически. Тем не менее, она готова её поддержать. Ну, как вмешаться, вообще говоря, в управление семейным хозяйством? Через какой юридический институт? Когда существует община, из которой от крестьяне не вышел, ну, там существуют хотя бы какие-то призраки, что ли, легального аппарата управления. Когда речь идёт о семье, то что, собственно говоря, семейный совет, вот семейный совет должен решать будет вопрос. продавать землю, закладывать её в банк, прикупать новую, ну и так далее. Именно это обилие нелепостей приходится преодолевать Столыпину. И поэтому так обилен список аргументов, которые я прочёл на предшествующей лекции. А тут ещё Петру Аркадьевичу приходится сохранять хотя бы видимость приличных отношений с Думой, где его сильно не любят. Ну, левая, понятно, за что, но не любят и правая, которая, в общем, ему очень многим обязана. В чём-то эта речь, о которой пойдёт речь, напоминает такую детскую игру, где герой, где есть игровое поле, расчерченные на клетки, пронумерованные. Герой бросает кости и двигается от клетки, так сказать, от пераспера, от астра. Но когда до астра, вот до, значит, конца игры остаётся очень немного, неудачный бросок костей, неудачное расположение, неудачно выпавшие кости отбрасывает его в самое начало. И вот в таком ощущении пребывает, насколько я могу понять, Столыпин. Ну, с чего он начинает? С кавалерийской атаки. Вот так я его символически просто изобразил это. Что он говорит? В юридическом, в чисто практическом плане, поправка нелепа, она полностью противоречит закону от 9 ноября 1906 года. И подобных противоречий в ней масса. Но простое их перечисление, анализ только усилит антагонизм правительства и думы. Поэтому Столыпин выбирает кавалерийский манёвр. Начинается представление думского законопроекта как незначительного недоразумения. Треть речи, заметьте, он нигде не упоминает про существо поправки и не пытается анализировать её по существу. Он называет «это поправка» и больше ничего. Он пытается представить её как техническую накладку. но тут Столыпин чувствует, что раздражает значительную часть думы. Он предпринимает тактическое отступление. надеясь несколько успокоить депутатов. Сейчас я хочу представить, как я представляю реакцию думы на схова в общем-то глубоко неневого ей премьера. Он предпринимает тактическое отступление, надеясь несколько успокоить депутатов. Сначала он пытается выиграть время. Он напоминает, что принятый закон в принципе не ликвидирует общины. А что он делает? Он её сохраняет. Где? Где делить нечего? Где сельская община не действует? В основном вне черноземии. Где большая часть крестьян занята отходными промыслами. И ни о какой переделии земли, ни о каких спорах давным-давно нет речи. Каждый крестьянин живёт сам по себе, уезжая на заработки либо в столице, либо в большие города, либо ямщичество, либо ещё каким-нибудь способом добывая себе хлеб насущный. Ну да, там община может оставаться как пережиток ещё. Бог знает сколько лет, она никому не мешает. Сделав эту уступку, то есть сказав, что мы не ликвидируем общину, Ставыбин предпринимает попытку свести всю полемику на нет и подвести черту по дискурсии. по дискурсии. Его даже тон становится несколько извиняющимся. Если, господа, эта мысль понятна, если она верна, то нельзя вводить её в закон. Это будет чужеродное понятие, противоположное основному. С одной стороны, исповедовать то, что люди созрели для того, чтобы жить свободно, без опики располагать своими духовными силами, чтобы прилагать свободно свой труд в земле, так, как они считают лучшим, а с другой стороны, признавать, что те же самые люди недостаточно надёжны, чтобы без гнёта сочленов своей семьи распоряжаться своим имуществом. Он несколько раз прибегает к такому тону уговаривания думы, отказываясь от каких-то более жёстких, более рациональных аргументов. Но Столыпин вынужден остановиться. Вот он уже в этом отрывке из своей речи, которую я сейчас только что прочёл, в сущности начинает заново объяснять смысл закона 9 ноября и противоречия закону предложенной поправки. Но поскольку буквальное повторение контрпродуктивно, Столыпин переходит от логической аргументации к образной. До сих пор он излагал нам концепцию, так сказать, в абстрактном плане. Сейчас мы слышим слова, которые рисуют живого крестьянина. его попытки вырваться из нищеты. Он говорит вот что. Противоречие, то есть противоречие попытки поправки закона станет ещё более ясным, если мы дадим отчёт себе в том, как понимает правительство термин личная собственность и что понимают противники законопроекта под понятием собственности семейной. Личный собственник по смыслу закона властен распоряжаться своей землёй, властен закрепить за собой свою землю, властен требовать отвода отдельных участков к одному месту. Он может прикупить себе землю, может заложить её в крестьянском банке, может наконец продать её. Смотрите, всё в единственном числе и всё по отношению к единому, к личности крестьянина. Весь запас его разума, его воли находится в его полном распоряжении. Он в полном смысле слова кузнец своего счастья. Но и в аудитории происходит очередное изменение настроения. Столыпин сначала воспринимает его как то, что аудитория готова к капитуляции. А аудитория, как через минуту он убеждается, готова совсем к противоположному. к тому, чтобы принять поправку. То, что он победа, которую он считал, числил уже у себя в кармане, оказывается совсем не такой близкой. Понимая это, он снова переходит в наступление, но уже с другой точки зрения. Он идет на уступку, так сказать, тем, кого я назвал опекунами. Он признает ситуацию риска, в которой оказывается самодеятельный хозяин. Он повторяет основы либерализма, возможность для самостоятельного хозяина разориться. Признание риска нужно чем-то уравновесить. И он обещает, что он не до конца, что государство не до конца тратит контроль над землей. фактически достаточно уже обнищавшим землевладельцам нужно что-то бросить. И он начинает обещать. Причем он обещает явно вещи, которые он явно импровизирует. Он обещает вещи, может быть, не слишком так сказать, обременительные для правительства, но явно не те, которые он собирался, о которых он думал в начале своего выступления. Он обещает оставить под контролем государства, а фактически под контролем изрядно обнищавшего дворянства так называемые неземледельческие земли. Это то, что можно продать под новую шоссейную дорогу, новую железную дорогу, то, где можно... В общем, все то, что... все неудоби, которые могут быть переквалифицированы из земель сельского назначения в земли промышленные. это 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 несомненно встречает одобрение аудитории. Это одобрение слышно, он внимательно прислушивается к аудитории, но меняет ли оно настроение аудитории. кроме того, в этот момент он понял, что домашняя заготовка, вот та инвенция, с которым он пришел в эту аудиторию, все то, что мы видели на экране в прошлый раз, или большая часть, не сработало. к тому же он чувствует, что он сам слаб. Его обещания вот этих самых несельско-хозяйственных земель предельно неконкретно. Столыбин предельно расплывчат, и видно, что это все импровизация. Но он готов и на эту уступку, лишь бы спасти самое основное. Спасти сам закон. И отбросить, отклонить поправку, которая фактически сводит, фактически она даже не сводит, так сказать, на нет основной закон. Она его безумно запутывает. Теперь можно было перейти к следующему этапу. Я его называю этап 4, или в ход идет юридическая артиллерия. он уже довольно давно остается на трибуне и не коснулся сути предложения. Сути предложения Думы. Это уже неприлично, это уже Столыпин не с руки. Но и обсуждение самой поправки ему совершенно не кстати. потому что придется бесконечным образом повторяться и говорить то, что он уже неоднократно говорил до этого. Есть еще одна тонкость. Во всей этой аудитории у Столыпина есть, пожалуй, только небольшая горстка людей, которым он интуитивно доверяет. Это земские деятели. А для земских деятелей окончательное разрушение общины это страшно. Это плохая вещь. Ведь теперь для того, чтобы если раньше приходилось договариваться с сельским миром, чтобы начать строительство в больнице, завести фельдшерский пункт, провожить местную дорогу, найти помещение для какого-то чиновника, скажем, для землемера, все это лежало на земле, все это сходило в сферу действия земства, то теперь придется договариваться с каждым отдельным крестьянином. А уж как вот это дело пойдет неизвестно. И для земцев это совсем небольшая радость. Ставыпин тем не менее идет в открытую на проект поправки, прибегая сначала к юридическому анализу, потом переходит на язык образов, рисуя воображаемый, но довольно правдоподобный конфликт в семье, который может вызвать поправка, когда часть семьи не хочет одного, часть не хочет другого, что вполне естественно. И хозяин оказывается парализованным, потому что без семейного совета он не может взять ни ссуды, не может решить вопрос о том, что сеять, когда сеять, и тому подобное. он пытается свести к абсурду предложения Думы. Он показывает, что на семью с ее сложными и неформальными отношениями пытаются возложить груз юридических решений юридических вопросов. то, с чем не справился даже сельский мир. Но продемонстрировав абсурдность поправки, Сталюпин оказывается в тупике. Просто отвергнуть поправку после ее обсуждения по существу похоже уже невозможно. Образ неконструктивного, говорящего на чужом языке правительства, который повиснет в зале, даже если поправка будет принята, это не то, о чем мечтает Сталюпин. Если эта поправка будет отклонена, но атмосфера и отношение к закону сохранится, сохранится надежда на возвращение к прежнему порядку, то рано или поздно найдется более грамотный юрист, который постарается оформить соответствующую поправку более юридически грамотно. чувствуя, что почва уходит у него из-под ног, Сталюпин пытается уйти от поражения, пытаясь завоевать союзников в аудитории. Союзников в аудитории не так много, но вот он берется за Пуришкевича, человека крайних убеждений, такого яростного монархиста, который предлагает, что вот давайте регулировать все вопросы, которые будут возникать между семьей и землевладельцем с помощью частных законов, то есть, так сказать, пустим полицию уже на семейный совет. Первоначально Сталюпин даже, кажется, готов пойти на это. Но он понимает, что это абсурд, что ни наше законодательство, ни наше правосознание к этому абсолютно не готовы. И вот тут в состоянии полного тупика что-то с ним что-то происходит, я имею в виду Сталыпина, какое-то появляется у него второе дыхание и совершенно другая схема речи возникает. Тут следует замечательный совершенно пассаж, та самая кульминация, о которой я говорил в связи с Шекспиром, когда из длинного монотонной речи Брута вдруг выскакивает утверждение, и я его убил. Сталыпин, глядя в зал, произносит слова «Господа, нужна вера». была минута, и минута эта недалеко, когда вера в будущее России была поколеблена, когда были нарушены многие понятия. То, на что он намекает, увы, понять очень нетрудно. Вот на что он намекает. на революцию 1905 года, которая поставила Российскую империю в состоянии близкое к краху. Он я лучше прочту просто, как это звучит, потому что это не так много в нашей литературе образцов действительно красноречия. Господа, нужна вера. Была минута, и минута эта недалека, когда вера в будущее России была поколеблена, когда нарушены были многие понятия. Не нарушена была в эту минуту только вера в царя и в силу русского пахаря и русского крестьянина. Рукоплескание слева и справа. Справа и в центре. Но это время было не для колебаний, а для решений. И вот в эту тяжкую минуту правительство приняло на себя большую ответственность. И проведя в порядке статьи 87 закон от 9 ноября 1906 года, который делал ставку не на убогих и пьяных, а на крепких и сильных. Таковых в короткое время оказалось около полумиллиона домохозяйств, закрепивших за собой 3 миллиона 200 тысяч десятин земли. Не парализуйте, господа, дальнейшего развития этих людей и помните законодательство. Таких людей, таких сильных людей в России большинство рукоприскание центра и отдельное справа. Теперь Сталыпину нужны голоса центра. С этим уже все проще. Он получил центр, ну, в сущности, кадеты, уже получил заявление, что Сталыпину придерживается либеральных взглядов, ценит идол центра, земства. Но нужно было еще что-то, что позволило бы ему завершить речь, ну, поставить последнюю точку в этой речи. Он поступает способом, который, в общем, наверное, знаком многим. Его содержание, вот этого отрезка, последнего кусочка речи, трех последних параграфов, это едва завуалированная угроза. Сталыпин напоминает еще свежее в памяти консерваторов и либералов годы революции 905-го года и переходит непосредственно к тому, что является для всей аудитории общим знаменателем. Это чувство страха. Он цитирует решение Лондонского съезда РСДРП. С этой точки зрения современное положение деревни – это слова из решения съезда РСДРП. Современное положение деревни прежде всего требует со стороны партии неуклонной критики частной собственности на землю, критики чуждой компромиссов со всякими индивидуалистическими тяготениями. Вот тут-то и наступает долгожданная окончательная победа Столыпина. Аудитория приветствует Столыпина овациями. Аудитория, которая в большинстве случаев ненавидит его по разным причинам стоит и аплодирует. Все, что я до сих пор писал, говорил о риторике, было как, пользуясь словами знаменитого хирурга Пирогова, операциям скальпелем на брюкве. Реальность ближе к мучительно трудной речи Столыпина, чем к классическим образцам, которые я приводил ранее. Перед оратором стояла конкретная задача, которую он сначала недооценил, и победа, полученная не в результате тщательного планирования, а экспромтом, ценой эмоционального взрыва. Причем Столыпин не играл комедии. Он и вся аудитория, которая его слушала, были совершенно искренни. Фактически в речи Столыпина, которая по своему объему занимает чуть больше печатного листа и продолжалась более часа, присутствует несколько попыток нападения и несколько отступлений. После первоначальной кавалерийской атаки следует несколько частичных уступок, которые явно выглядят как импровизация. Затем начинается правильная юридическая осада, где на юридическом языком и на житейских примерах Столыпин пытается объяснить всю неприемлемость поправки, анализируя по существу. Уступки принимаются, но премьер чувствует, что их недостаточно. Тогда Столыпин решительно отказывается от первоначального плана, от испробованных методов убеждения и обращается к думе на совершенно ином языке, фактически с новой речью. Это кульминация выступления, крик души, который не имеет никакого отношения к первоначальной логике речи. Столыпин напоминает депутатам, что только что с большим трудом подавлена революция, причем подавлена его участием. Он утверждает, что ни в будущей революции, ни в войне если она возникнет, власти не на кого будет опереться, кроме создаваемой ею сейчас нового класса самостоятельных хозяев землевладельцев. И, думаю, уступает, хотя разыгравшаяся драма с поправкой о семейном контроле над землепользованием дорого стоила премьер-министру. Несколько слов в заключении вот этой основной части курса. Ну, вот, просто мое мнение о том, как бы надо было учить риторики. Учить риторики на примере ораторских триумфов, по-моему, совершенно бессмысленно. Хотя несколько таких удачных риторических выступлений я привел. Такие шедевры уникальны, а вот ошибки повторяются. Конечно, желательно их избегать, но если они уже произошли, то хороший оратор их слышит и пытается исправить, а плохой игнорирует. Еще раз повторяю, автор текста не полемизируется аудиторией, но если он одарен, он чувствует ее реакцию. Если не скажут, что речь Столыпина не образец, мне нечего будет возразить, но это прекрасный пример настойчивости оратора. По моим наблюдениям, она ближе всего к тому, что реально происходит между настоящей аудиторией, в том числе современной аудиторией, и кафедрой, подиумом. Ну, на этой лекции мы заканчиваем основную часть курса риторики. Мы сказали о риторике все самое важное. Но есть еще одна задача. Описать, как тексту придать законченный вид. как отшлифовать его и отделать. По традиции этот этап называется элокуцио. То есть, ну, можно назвать его как стилизация. Однако, отделка стилизации может быть глубоко связана с основным содержанием речи. Так, элокуции, причем преимущественной элокуции, тесно связанной с основным содержанием речи, будет посвящена еще одна лекция, полная, и завершающая лекция, которая будет конечной лекцией, состоящей из десяти частей. Спасибо за внимание. До свидания.